В Армении был, есть и будет наш дорогой и любимый Гаги Гейносян, руководитель ансамбля Карин, героя Первой Арцарской войны и потрясающий человек, который навсегда оставил след в своей родине и, безусловно, в каждом из нас, кто его знал. А мы его знали как наставника, как хорошего человека и большого армянина. Баревдзес Болорин, витаю вас из Киева, я Самвел, украинский армянин и я представляю информационный центр КАП и украино-армянское интернет-телевидение КАП.ЮА.АЭ. Друзья, дорогие земляки и все те, кто знали Гагика Гейносяна, я решил записать это видео в память о нашем дорогом и любимом Гагике, потому что так получилось в жизни. Мы были знакомы, знакомы недолго, но очень ярко и на всю жизнь. Так бывает в жизни, что ты встречаешь человека, и он остается с тобой на всю жизнь, даже если потом, спустя месяц-полтора-два, вы не общаетесь, а просто находитесь в друзьях друг у друга в Фейсбук. И примерно так случилось с нашим дорогим Гагиком Геносяном. Мы украинские армяне из Киева от наших курсов армянского языка в 2013 и 2014 году ездили в Армению по программам Министерства Диаспоры. Тогда оно еще существовало. И вот в 2014 году в рамках этой программы Гагик Геносян был с нами на этой программе. Не знаю, каким чудом Министерства Диаспоры удалось договориться с Гагиком, чтобы он там делился своими знаниями, своими великолепными армянскими танцами, которых он поднял, восстановил и научил, наверное, полмира. Но мы видели Гагика нечасто. Мы видели Гагика нечасто. Нечасто по той причине, что он и его коллектив Карин настолько сильно востребованы и были постоянно на гастролях. Но в те редкие моменты, когда мы его видели, мы, конечно, общались, и общались очень долго. Мы не только танцевали у него, но мы жили тогда в гостинице, и мы общались, конечно, очень-очень много, насколько он мог позволить по времени. И ему было интересно, о чем мыслить молодежь и так далее. Но мы ребята постарше, в общем, тоже. Я Гагика спрашивал про армянские танцы. Он объяснял, рассказывал философию. В свою очередь, он знал, что я занимаюсь Ушу. И он спрашивал меня об этом. Я делился об этом информацией. И мы обнаружили, что между этими двумя направлениями есть очень-очень много схожего. Но, безусловно, мы с вами знаем, что у древних народов много схожего. Безусловно. И вот это были такие прекрасные, потрясающие моменты. Было ощущение, что ты знаешь Гагика очень-очень давно, всю жизнь. А потом в рамках программы Министерства диаспоры нам устроили встречу с нашим легендарным чемпионом мира по шахматам Ливоном Аруняном. А перед этим ребята из нашей программы сказали, что у одной из девушек, которая была с нами по программе, что ее дальний родственник Павлик Манукян. Ну, родственник родственников там и так далее. И поступило предложение, что нам не обязательно смотреть то, что предложит нам Министерство диаспоры. Мы можем и свою программу тоже организовать. Хотя при этом Ливона Аруняного уважали, безусловно, все. И с интересом на его встречи, безусловно, были. И так у нас совпало, что наши ребята договорились о встрече с Павликом Манукяном. Там в Цахкадзоре это был 2013 год. Говорю точно, 2013 год. И около месяца наша языковая программа, 26-27 дней. И это было в Цахкадзоре. В том самом знаменитом легендарном Олимпийском Цахкадзоре. И вот так совпало, что встреча с Павликом Манукяном и с Ливоном Аруняном было примерно в одно время и в один день. Так совпало. И вот мы, значит, в актовом зале проходит встреча с Ливоном Аруняном, и это очень и очень интересно. А параллельно с этим приехал Павлик Манукян. Почему я об этом рассказываю? Потому что, когда Павлик Манукян пришел в помещение, которое мы приготовили, и встретили его очень тепло, у нас были некоторые ребята, которые на одной и на другой встрече пытались быть и туда, и сюда. И это было очень интересно. Но когда мы попали на встречу с Павликом Манукяном, нам захотелось там остаться, потому что Павлик рассказывал про Арсахскую войну, и никто после этих рассказов не ушел равнодушным. Но еще одно очень и очень главное, то, что там происходило, это рядом с Павликом сидел Гагик Геносян. Ну, как участник этой программы, и как оказалось, что Гагик Геносян воевал вместе с Павликом Манукяном, безусловно, они герои Первой Арсахской войны. И это, конечно, потрясающий факт, и много-много интересного и необычного, конечно, мы там узнали, и, конечно, особенно молодежь очень много узнала про Арсахскую войну, и как все это было. Вот непосредственно очевидцев. И в тот момент нам стало понятно, что Гагик самый настоящий герой. Когда я увидел в новостях, что Гагик Геносян умер, и увидел, как его провожает вся Армения, мне захотелось быть там, мне захотелось быть там и провести в последний путь, ну, по крайней мере, в этой жизни, да, нашего дорогого и любимого Гагика. И было обидно от того, что он ушел достаточно молодым, но, честно говоря, то, что сделал Гагик за свои 58, по-моему, да, лет, многие люди не способны сделать, большинство людей не способны сделать за несколько жизней, за десяток жизней. Поэтому Гагик, он как оголенный нерв. Это всегда чувствовалось, всегда чувствовались его переживания, его патриотическая позиция. У нас были разные интересные моменты. Я хочу рассказать еще один момент, который меня очень тронул до глубины души. Когда мы уезжали из Армении, ну, наша программа закончилась, мы настолько прониклись нашими армянскими танцами, настолько это нас потрясло, то, что он нам давал. Мы уезжали с хорошим багажом, безусловно, это и Кочари, это и Берт. А кто не знает в Армении, Гаги Геносян летом на каскаде раз в месяц, как правило, в конце месяца устраивает танцы, где его коллектив Карин, эти потрясающие ребята и девушки армянские, они помогают всем желающим, кто приходит, а приходит туда 500-1000 человек, а может быть даже и больше. И вот однажды мы попали на это действие, это даже нельзя назвать просто танцами. Это, конечно, это такое единство, народная любовь, народная любовь к танцу, народная любовь к коллективу Карин, народная любовь конкретно к Гагику Геносяну. И даже со сцены в микрофон Гагик Геносян поприветствовал нас, сказал, что приехали наши армяне из Украины, и, безусловно, нам было это очень-очень приятно. И то, что за три с половиной часа, за три с половиной часа, то, что мы там испытали на каскаде в этих танцах, от Гагика Геносяна и от его потрясающего коллектива Карин, это не сравнимо абсолютно ни с чем. Знаете, если человек всегда был далек от танцев, и если он был там, на каскаде в этот момент, то любой, даже черствый человек, после такого действия, полюбит наши армянские танцы навсегда, кто бы он ни был по национальности, а уж тем более армянин. Вот такой был Гагик Геносян, такой был, такой его коллектив Карин, и то наследие, которое Гаги, конечно, после себя оставил. И я хочу сказать, что когда мы уезжали, с Гагиком...